Северная столица очень многогранна. Это и дворцы, это и рок-н-ролл, это и вода, это и крыши, это и соборы, это и сады. В общем говоря, есть где разгуляться, и в один выпуск это никак не уместить. Я уверен в трех вещах. Сегодняшний выпуск будет нетривиальным, интересным, и у оператора будет постоянно скакать экспозиция. Вот, солнце нужно, солнце не нужно, но да ладно, мы привыкли. Я покажу места, которые не очень популярны среди туристов, но они интересны. Ну, какие-то немного популярны. Начнем мы с Севимостя, где я сейчас нахожусь. Я думаю, вы уже по названию поняли, что он из себя представляет. Оно! Севимостье! Семь мостов! Раз, два, три, четыре, пять. Где-то еще два спрятались, но они здесь есть. Снимать я сегодня буду на Pentax KP. Объектив. Какой там объектив у нас? 20-40. То есть, вы понимаете, добротные фокусные расстояния. А второй объектив 55-300 миллиметров с блендой. Ну, да, или с блендой. Так что, в принципе, все необходимые фокусные расстояния я сегодня смогу зацепить. Это здорово. А остальные отсеки так, для еды. На будущее. Как я говорил, безопасность прежде всего. А здесь еще и дно безопасное. Ладно. Давайте фотографировать. Если вы окажетесь на набережной рядом с Никольским собором, то увидите чудо инженерной мысли. Место схождения трех мостов. Пекалово, Староникольского и Красногвардейского. Они стоят под прямым углом друг к другу. И пересекают каналы Крылково и Грибоедово. Но если подойти к мосту Пекалово и встать так, чтобы собор оказался по левой руку, то можно увидеть весь ансамбль, который петербуржцы между собой называют «семи мостей». Красногвардейский мост. За ним по каналу Грибоедово – Новоникольский. По частовой стрелке – Староникольский. Смежный, Могилевский, Кашин и Торговые мосты. Существует легенда, что загаданное здесь желание непременно сбудется во всех деталях и с математической точностью. Лично я загадал 10 тысяч просмотров этого ролика. Надеюсь, сбудется. В северной столице есть здания, которые называют зданиями-стенами. Потому что под определенным углом они выглядят как пустой фасад. Вот одно из них. Дом расположился на набережной реки Фонтанки. Этот доходный дом был построен в 1911-1912 годах архитектором Шаубом в стиле неоклассицизм. Следующий дом-стена находится на углу дворцовой площади и набережной реки Мойки. Знаете, я немножко разочарован. Я ожидал, что это здание будет более плоским. Оно больше похоже не на стену, а на утюг. У нас в Питере есть еще такие здания, утюги называются. Но под определенным углом, конечно, оно станет плоским. Но давайте сфотографируем, что ли. Мы все-таки пришли сюда. Кстати, из-за того, что сейчас много машин здесь все снизу портят, придется мне их напрочь отрезать и попутно нижнюю часть здания. Ну, по крайней мере, так будет красивее, на мой взгляд. Будет здание немножко возвышаться. Вот так вот. Вот макушку оператора сфотографировал. Отлично. Ну и, конечно же, машина. Это восточный корпус главного штаба. До Октябрьской революции 1917 года в нем располагалось Министерство финансов. А в 1993 году корпус был передан Эрмитажу. Самое главное, что это здание находится прямо возле Дворцовой площади. Вот если сейчас Юра развернется, он покажет, какой сейчас здесь творится хаос, блин. Ладно, коль мы уже на Дворцовую вышли, ну, мы рядом здесь, давайте я что-нибудь попробую сфотографировать. Не запоганив кадр всякими лишними элементами. Вот арочка есть, и, конечно же, возле нее всегда какие-то тусуются машины. Ну, типа таких. Или таких. Можно я сфотографирую вас? Третье на сегодня здание – стена. И в лучших традициях его перекрывает машина. Мне придется выбежать на дорогу, выждать момент, поскольку вот эти замечательные автомобилы мне портят всю малину. Ну, как обычно. Про то, что здесь провода, я вообще молчу. В Питере здесь, в центре, везде провода. Это паутинный город. Плотничком к машиночке, как будто она моя. А давайте опять исхитримся и отрежем просто нижнюю часть. Как вы понимаете, выпусков про северную столицу будет много. Мы планируем выпуск отдельно про крыши, отдельно про дворцы, отдельно про парки. То есть, чередоваться они будут через выпуски про другие города и поселения. Также у нас в планах поехать в Минск, в Нижний Новгород, Возможно, Карелия. А сейчас мы находимся возле дома городских учреждений. Вот оно, позади оператора. А я пока высматриваю, с какого места красиво отснять это здание. Но мы еще зайдем во внутренний двор. Вы поймете, почему. Изначально, конечно же, здание было совершенно другим. В 1863 году в доме размещался первый департамент управа благочиния. Это здание примечательно тем, что у него, как минимум, интересная история, о которой я сейчас расскажу. И то, что у него цикличный внутренний двор. Таких, конечно, дворов много в Петербурге, но этот достаточно интересный. Я вот думаю, как мне здесь квадрокоптер запустить? Здесь везде провода. Страшный блин. С начала 1880-х до 1894-х годах в доме размещался трактив, которым владел купец Киржаков. Само строение начнет приобретать нынешний облик только с 31 мая 1904-го года, когда городская дума постановила утвердить проект Лишневского. Строительство завершилось в 1906-м году. Это одно из первых зданий и один из первых дворов Петербурга, когда я переехал, где я снимал таймлапс на заказ. И вот жена меня привела сюда, показала вот это здание. Оно не просто зациклено, нет, оно еще имеет такую дугообразную форму. В 1913-м году здания располагали центральное отделение и управление городского ломбарда, статистическое отделение городской управы с архивом и книжным складом, городская комиссия по благотворительности, 6 камер мировых судей, больничная комиссия, комиссия по народному образованию, торговая депутация, комиссия по водоснабжению столицы, городская типография, городской музей. В общем говоря, много чего в этом здании успело побывать. Все-таки 20 миллиметров, точнее 35 миллиметров, 35 миллиметров в эквиваленте недостаточно, чтобы поймать всю крышу. Так что я не буду париться и щелкну все просто на смартфон. Буквально в двух минутах от нашего здания находится Юсуповский сад. На территории сада красуется особняк семьи Юсуповых, однако в само здание попасть нельзя, поскольку музей не функционирует. Примечательен тот факт, что в 19 веке в саду был открыт первый каток, где проводились соревнования по конькобежному спорту и фигурному катанию. Много лет никто не вспоминал о старой традиции, но все новое хорошо забытое старое, и каток открылся в 2013 году в рамках соревнований любителей конькобежцев. Это замечательный островок, чтобы просто посидеть и подумать о вечном, или даже полежать, и не думать ни о чем. Можно даже как вот этот мужичок. Пора поменять объектив. У-у-у-у. О, я вижу гусеницу. В километре. А сейчас мы находимся в одном интересном дворе, где располагается одно историческое здание под названием Дом-Кольцо, потому что оно похоже на кольцо. Пойдемте внутрь. В начале 20-х годов, позапрошлого века, купец Юстинов решил построить на пустующем месте доходный дом. Архитектору Иосифу Шарлеманю была поставлена, казалось бы, невыполнимая задача построить в центре двора колодца жилое здание, таким образом, чтобы оно не закрывало солнечный свет соседним домам. Архитектор выбрал древнюю форму человеческого жилища, впервые созданную еще в каменном веке. Круглый дом. В планировке интерьера автор проекта предугадал идеи конструктивизма, которые станут популярными в Европе через сотню лет. В наше время дом в кольцо расселен, его помещения сдаются в аренду под небольшие офисы. А сейчас мы находимся на Невском, а я не скажу, потому что это частная квартира и нас вывели на балкон. Все потому, что я популярен. Ну, у меня куча связей, знаете, на любую крышу, Люху, в любое время. Да нет, все не так. Так, надену-ка другой объектив. Зум. Посмотрим, что можно на него поснимать. На самом деле, давно хотел поснимать людей сверху. Просто людей. Ну, это интересно же. Мы сейчас пойдем на улицу Пушкинская, 10, но при этом будем заходить с Лиговского, 53. Запомните эту схему. Это двор, который хитро спрятан сквозь арт-пространство. Помните, в начале выпуска я говорил, что Петербург, он разный. Это дворцы, это рок-н-ролл. Вот сейчас как раз-таки рок-н-ролл. Мы находимся на улице Джона Леннона. Давайте я вам расскажу, как она вообще появилась на свет. Интересная история. Улицу Джона Леннона в Санкт-Петербурге основал лидер российского бетломандского движения Николай Васин. Николай – единственный законный владелец альбома Джона Леннона с автографом автора на территории РФ. Он получил этот диск в ответ на свое письмо. Это был знак, и с той поры Васин начал борьбу с городскими властями за право проживать на улице Леннона. Сначала он пытался это сделать законным способом, но чиновники были непоколебимы. Улицы можно называть именами лишь тех людей, которые имели непосредственное отношение к городу. Тогда Николай привел исторический факт, что жил в городе на Неве Джон Леннон. Правда, не музыкант, а дипломат. И не в 20 веке, а в 18. Но жил. Но и тут чиновникам нашлась причина для отказа. И тогда Николай сбунтовался. Нашел табличку «Улица Джона Рида», поскоблил ее, покрасил и повесил у себя во дворе «Улица Джона Леннона». А чтобы ни у кого претензий не возникало, поставил указатель в небо. Дескать, не по земле эта улица проходит. Как вы понимаете, улица появилась путем настойчивости одного человека. Что очень показательно. Если мы будем просто не сдаваться, мы сможем достичь всего. Здесь, недалеко от Невы и возле летнего сада запрятался один интересный дворик, который можно назвать никак иначе, как сказочным. Но у него другое название. Мозаичный. Маленький дворик, который прячется от стучальных прохожих. Он не входит в стандартные путеводители по северной столице. И может именно по этой причине петербуржцы так любят необычные, переливающиеся всеми цветами радуги уголок. Мозаичный дворик – это творческая лаборатория Владимира Лубенко. Художник и его подопечные, учащиеся в Малой Академии Искусств, превратили ничем не примечательное пространство в сказочный мир. Люди, которые оказываются здесь впервые, невольно вспоминают творения Антонио Гауди или Фредрика Хундентвассера. Кстати, насчет второго соглашусь. Я видел его творение. Среди объектов чаще всего встречаются фигуры людей, ангелов и львов. А на этом все. Я надеюсь, моя нетривиальная прогулка вам была интересна. Как и обещал, места не те, что обычно показывают, к туристам. Местные о них знают, но те, кто прибывает сюда, часто проходят мимо. А зря. Надеюсь, вам выпуск понравился. Поставьте лайк, сделайте репост. Пускай об этом видео узнает как можно больше людей. И мы будем продолжать пилить серию «Турист-Оптимист». Про Питер тоже будут другие выпуски, но они будут чередоваться с другими городами и селениями. Всем хорошего дня. До встречи в следующих видео. Пока. Ленинград, SPB.ru Ленинград, SPB.ru Ну, таки, с бакешкой, да? Да, да, с бакешкой. С бакешкой, с бакешкой. Бакешка, бакешка. Кешка, давай бакешку. Блин, хорошо, что тебя не Кеша зовут. Ты стоишь, Кеша, давай бакешу. Так. Давайте я поговорю о спонсорах нашего видео. Конечно же, их нет. За исключением вот этого шарфика. Шарфы витебские. Самые нежные и самые мягкие. Юра, давай поедим. Круто. Чтобы поснимать Невский проспект и... Юра, что это у нас? Что это за улица? Я не знаю. Смотрите, как я дерзко положил фотокамеру. Абсолютно не переживаю, что с ней что-то случится. Потому что она противоударная. В инструкции четко написано. Выдержит падение с высоты. Ну, ладно. Абсолютно. 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 Абсолютно.